Вы смотрите программу Город С в студии Инны Румянцева. Здравствуйте! Лето, период отпусков, время активного отдыха, в том числе на водоемах. Очевидно, что с началом лодочного сезона и наступлением жаркой погоды вопрос безопасности на воде становится особенно актуальным. Какова статистика происшествий на реках и озерах Самарской области? Что становится главными причинами несчастных случаев на воде? Какие профилактические меры помогают снизить их число? Об этом мы поговорим в сегодняшнем выпуске. А мой собеседник – начальник Центра государственной инспекции маломерных судов Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Старов. Здравствуйте, Александр Валерьевич. Здравствуйте! Ну, статистика – вещь конкретная. Давайте с нее и начнем. Скажите, пожалуйста, сколько ЧП произошло вот на воде, я имею в виду в этот летний сезон, конечно. Много ли погибших, пострадавших? Ну, давайте разграничим, во-первых, происшествия на водных объектах на два, скажем, подпункта. Первый – это гибель людей, которые отдыхали на водных объектах. Таких произошло за этот год 48 происшествий. Если сравнить с прошлым годом, то было 36. Идет увеличение, к сожалению. Погибло 33 человека, в прошлом году было 27 по сегодняшнюю дату. Это, конечно, в первую очередь связано с очень жаркой погодой, сезоном отпусков, большого количества туристов и отдыхающих соседних регионов нашей области. С каждым годом на территории Саморской области туризм развивается, гостей больше. В связи с этим, естественно, на водных объектах тоже гаражно отдыхает каждым днем, годом все больше и больше. Здесь хотелось бы отметить, что основная причина именно гибели людей на водных объектах – это первое, в плане, конечно же, в необорудованных местах. То есть там – это, где нет пляжа, где нет спасателей, не оборудован берег, не проверено дно, в которое, возможно, скрывают резкие перепады, возможно, течения, какие-то инородные предметы. Также неправильное поведение на водных объектах. Здесь граждане пренебрегают самыми простыми правилами, в первую очередь употребляют алкогольные напитки. При такой жаркой погоде, да, выше 30 градусов и до 40, у нас много дней было, когда 40 градусов было, Волга прогрет всего 20-22 градуса в зависимости от места Волги. Перепад этот большой, плюс усталость после рабочего дня, грех, алкоголь. Все это приводит к последствиям, которые несовместимы с жизнью. Когда вы резко заходите в воду, резкий перепад, и, к сожалению, происходят эти вот печальные результаты. Что хотелось бы отметить, если взять прошлый год, из, сейчас могу ошибаться, ну, примерно, там, 35-40 человек, которые были, произошло утопление на водных объектах. Только у семи медицинское заключение было именно факт утопления. То есть это те люди, которые захлебнулись водой и утонули. Всех остальных причин гибели, это либо травмы, несовместимые с жизнью, либо сердечный приступ. Что я сейчас вначале вам отметил, да, что это купание на необорудованных пляжах и резкий заход в воду, плюс алкогольное, употребление алкоголя. Ну и второй, как раз, я, извиняюсь, договорю уже по этому вопросу. Второй пункт, это как раз по происшествию с маломерными судами. В этом году произошло, к сожалению, три столкновения с маломерными судами. В прошлом году было также три, но в прошлом году был один погибший, в этом году у нас два погибших при столкновении. То есть одно столкновение было без погибших, два было с погибшими гражданами. Вот действительно, совсем недавно сообщалось о таком столкновении в железнодорожном районе, по-моему, столкнулся катер с лодкой на реке Самара. Вот каждый раз такое сообщение в некотором смысле удивляет, как два маломерных судна не смогли разъехаться на широкой реке. Почему такие столкновения происходят? В чем причины? Во-первых, независимо от ширины реки, самое главное, каждый судоводитель должен соблюдать скоростной режим и также оценивать обстановку. То есть в правилах прописано строго осуществляет движение со скоростью, которая предотвращает столкновение. То есть оно не должно быть даже допущено. Кажется, что река широкая, но где-то за поворотом, возможно, вы просто не обратили внимания. Иногда бывает солнце на горизонте тоже слепит. Не обращают внимания, отлегся. Вот как раз тот момент, что вода и на реке, допустим, широко, а нет, как на дороге, разограничение там встречное, какие-то знаки, линии. Это расслабляет некоторых судоводителей. И они думают, что я иду, рядом никого нет. Значит, все безопасно. Начинают отвлекаться, уменьшается концентрация. И вот из-за этого и происходит столкновение. Сейчас не буду вдаваться глубоко в подробности именно данного столкновения, которое вы сказали, потому что еще идет следствие. Но, естественно, здесь есть причина столкновения. Это не соблюдение скоростного режима и не оценка обстоятельств вокруг себя. То есть оценка, где вы находились. А вот, кстати, ограничения скорости какие? Его нет в километражах у нас. Есть в некоторых местах ограничение не создавать волнение. Тут не от скорости, а от именно как судно идет. То есть оно должно идти в водоизмещающем положении, чтобы не создавать волну. Поэтому, в первую очередь, скорость, еще раз повторюсь, она должна быть безопасной. Здесь все зависит от типа судна, от места, где вы идете. То есть маленькая узкая река, либо широкая часть Волги. Скорость будет разная, может быть. Она, главное, должна быть безопасной, чтобы вы могли предотвратить столкновение. Судоводитель мог предотвратить столкновение. Здесь вот формулировка отличается очень сильно от... Ну, привычно для автолюбителей. Как на дороге мы должны ехать там 40, 60, четко установленные. Аналогии-то возникают? Нельзя проводить аналогии по многим причинам. На земле, даже начинающим судоводителям, кто к экзаменам готовится, сдает экзамен, объясняем всегда. Вода и земля отличаются очень сильно, как минимум даже одним. Машину можно поставить на ручник, и она будет стоять. Лодку, даже если вы привяжете к понтону, к месту базирования, никогда не будет неподвижным стоянием. У нее всегда будет воздействовать волна, ветер. Конечно, потому что вода не бывает неподвижна. Да, поэтому аналогии провести невозможно. Это совершенно разные моменты. Расскажите, какие меры профилактики вы принимаете, чтобы вообще избежать, наверное, не получится нарушений, но по крайней мере снизить их число? По нарушениям могу сказать, что да, количество нарушителей, выявленных, оно все-таки снижается ежегодно. То есть их меньше становится? По грубым нарушениям, да. По незначительным, скажем, еще пока присутствует, но в любом случае уменьшается. Грубых нарушений становится все меньше и меньше. Это благодаря комплексу мероприятий. То есть, в первую очередь, конечно же, это патрулирование, в ходе которых в начале года проводятся профилактические мероприятия. Стараемся все-таки больше рассказать и объяснить людям, где они, возможно, нарушат. Если это незначительное правонарушение, то отделаемся устным предупреждением, либо просто предупреждением. Есть такой вид наказания административного. Если это, конечно, серьезное какое-то нарушение, то выписывается административный штраф. Но тоже стараются в начале инспектора всегда выписать минимально возможное, чтобы повоздействовать на человека, чтобы больше он не допускал. Задача не наказать и озлобить гражданина, а именно сделать, чтобы в дальнейшем таких нарушений не было, чтобы он осуществлял движение и вообще использовал маломерное судно безопасно. Извините, а вилка какая? Вот минимальный и максимальный штраф? Ну, допустим, если управляет без удостоверения на право управления, но это грубое нарушение, в любом случае будет вынесено административное наказание, управляет без удостоверения на право управления, либо с просроченным сроком, от 10 до 15 тысяч. Вот, то есть, ну, так, если взять не зарегистрированном в основном порядке судно, там, от 15 до 20, то, естественно, вначале стараются именно профилактически, скажем так, да, совместно с штрафом. Дальше это постоянная профилактическая работа, то есть, если останавливается судоводитель для проверки документов, даже в случае не выявления никакого административного правонарушения, то есть человек полностью соблюдает все правила, то мы проводим с ним разговор, общаемся, что вот здесь аккуратнее, туда не надо ходить, здесь, когда идете, обратите внимание на такие-то вещи, где-то какие-то затопленные бывают, там, суда, судоводители могут это даже не знать, все-таки, опять же, отличие от дороги, дорога каждый день одна и та же, мы знаем, что здесь проложен асфальт, а вода... И то бывают, неожиданности неприятные. А на воде это постоянно меняется, каждый год русло, где-то становится мель, где в том году ее не было, и другие изменения. Очень сильно помогает профилактика в виде как раз выступлений, средств массовой информации, радио, телевидения, поэтому благодаря вам тоже проводится большая работа, зритель видит и определенный момент для себя понимает. За вождей управления маломерным судном в нетрезвом состоянии, какая ответственность? Здесь, во-первых, сразу судно будет помещено на штрафстоянку, отстранение это управление, дальше направление документов в суд, и судья принимает решение до лишения прав. Естественно, решаются прав, если в состоянии алкогольного пенения, думаю, что все судоводители сейчас это знают, не только прав на лодку, ну и всех остальных прав, которые у вас есть, то есть это и на машину, там у кого-то на квадроциклы, снегоходы. В случае именно по алкогольному пенению, вы сразу становитесь на учет в наш диспансер, и все права на технику, которые у вас есть, автоматически на этот же срок, пока вы стоите на учете, прекращают свое действие. Большие проблемы. Стоит задуматься тем, кто любит совмещать эти два удовольствия. Я здесь немножко по-другому сказал. Каждый раз, когда мне задают вопрос по поводу штрафов, наказаний, не надо думать о том, какое может быть максимальное наказание, и бояться наказания, надо думать о том, что ты можешь сделать. Когда ты находишься в состоянии алкогольного пенения, какое бы ни было наказание, даже если оно было самое слабое, мягкое, незначительное для вас, если в этом состоянии вы совершите поступок, который причинит вред здоровью, или, не дай бог, конечно, гибель другого человека, вашего друга, знакомого, родственника, или просто незнакомого человека, это тот груз, с которым вы будете всю жизнь жить. Это страшно, да. Надо думать в первую очередь о вот таких последствиях, а не о штрафе. Давайте проясним, что является вообще маломерным судном. Правильно будете сказать, что это вообще все лодки, весельные, моторные, все яхты? Вот объясните. Маломерное судно – это судно длиной до 20 метров на сегодняшний день и с пассажироместимостью до 12 человек. Резиновая лодка. То есть вот тоже маломерное судно. Здесь именно ограничение в самом начале стоит, это до 20 метров, до 12 человек пассажироместимости. Дальше уже идет различие, подлежит регистрация маломерного судна, не подлежит. В каком учете? Гидроциклы, извините. Маломерное судно, да, относится и подлежит регистрации, если используется в некоммерческих целях, то как раз у нас в государственной инспекции маломерного суда, так же, как и лодки. Если это используется в коммерческих целях, для сдачи в аренду, перевозки людей, то это уже регистрируется в речном регистре, скажем так, у них там есть свой реестр, и они там регистрируют. Вот я спросила про гидроциклы, тоже не случайно. Они зачастую являются участниками тех или иных происшествий на водных объектах. Вот в этом направлении, именно с этим транспортным, как сейчас дело обстоит? Как и с другим любым транспортом на воде, то есть уменьшается количество, конечно, нарушителей. Есть некоторые нарушения, которые гидроциклы, скажем так, совершают больше, нежели маломерные суда. Это отсутствие регистрации судна. То есть гидроциклы в Самарской области регистрируют очень тяжело и не хотят регистрироваться. Но это сказывается тем, что, ну скажем так, объективно, высокий налог по сравнению со штрафом. И судоводителю проще заплатить несколько раз штраф. Это не значит, что он нарушает правила плавания, но все равно он нарушает именно в момент эксплуатации то, что у него гидроцикл не зарегистрирован в основном порядке. То есть некоторые избегают регистрации? Да, конечно. Вообще, говорят, сложности раньше были с регистрацией, но год назад что-то поменялось, да? Был принят новый закон о регистрации, если я не ошибаюсь. Что там существенно поменялось? Существенно там изменился только вид судового билета, скажем так, если раньше это был определенный бланк со степенью защиты и так далее. То есть сейчас все это в электронном виде. Данный судовой билет, ну, после регистрации его дают судовой билет. Он приходит на портал госуслуг собственнику. Собственник в любом месте может распечататься на формате А4 свой судовой билет, который стоит из трех листов. Там один с QR-кодом, определенные сведения занесены. И находить его с собой, возить, когда он управляет судном. Если он его потерял, раньше нужно было прийти в ГИМС, написать заявление на дубликат, документы, заплатить господшину. То сейчас будет достаточно опять распечатать на формате А4 еще раз эти же три листа. То есть это упрощает судоводителям именно такой момент. Других существенных изменений, касающих для судоводителей по регистрации, на сегодняшний день нету. Могу сказать, что улучшилось. Улучшилась регистрация, оказание услуг через единый портал государственных услуг. То есть гражданин сейчас записывается и знает, в какое время ему нужно прийти. Он приходит 20-30 минут в среднем. Бывает, конечно, подольше, надо все зависеть от, какая регистрация, что происходит. Есть определенные тонкости. Получает услугу, судовой билет и идет уже спокойно дальше эксплуатировать судно. Ну и естественно, работа, которая проводится нами, мной как руководителем, это отношение личного состава к заявителям, к людям. Достаточно большая была работа мной проведена в этом направлении. Всегда говорю, когда к вам приходят заявители, понимаете, что к вам пришла ваша мама или папа, который не совсем понимает, что нужно написать в этом заявлении. Для вас это легко, вы каждую строчку знаете наизусть. Для человека, который первый раз обратился и не имеет такого опыта, для него, конечно, есть определенные затруднения. И нужно вежливо объяснить, рассказать, уделить дополнительное время человеку, чтобы у него создалось приятное впечатление о государственной организации. Понятно, что необходима регистрация. Что еще необходимо для того, чтобы владеть и управлять маломерным судном, кроме регистрации? Здесь тоже разделю. Судно, да, должно быть зарегистрировано. Если вы хотите им владеть, этого достаточно. У вас может быть свой капитан на судне, судоводитель, кто вас будет возить, а вы просто на нем отдыхаете. Если вы хотите сами эксплуатировать судно и управлять им непосредственно, то, естественно, вам необходимо получить достоверение на право управления той категории. Как раз вы задавали до этого вопрос, по маломерным суднам является гидроцикл маломерным судном. Да, является, но это другая категория. То есть права есть на маломерные судна, непосредственно моторные, это катера, лодки. Есть гидроцикл, есть судно на воздушные подушки, парусные суда. То есть несколько категорий. Самые, естественно, часто востребованные, скажем так, это моторные суда и гидроцикл. Вы открываете категорию, которая вам необходима, у вас зарегистрировано судно, пройдено техническое свидетельство, оно проходит, проходится раз в пять лет. Дальше вы эксплуатируете судно в свое удовольствие, главное не нарушать правила плавания. Не нарушая правил. Конечно. Кстати, о правилах и о получении прав. Вот, как вы объясните, почему некоторые люди считают, что знание каких-то особых правил управления водным транспортом не требуется, что это достаточно просто? Откуда такая иллюзия возникла? Я скажу, наверное, такими словами. Первое, по управлению. Действительно, если просто начать, скажем так, чтобы судно начало двигаться, это легче, чем на машине. На машине есть педали, если мы берем машину с ручной коробкой передач, там еще сцепление, пока вы тронетесь, пять раз заглохнет неопытный человек, неопытный водитель. На судне, конечно же, там дистанционное управление вперед, нейтраль, назад, реверс, и рулем вы управляете вправо-лево-прямо. Поэтому вначале складывается впечатление, что очень легко. Но когда происходят именно такие вещи, как не обращение внимания на окружающую обстановку, вы не следите за ней. Появляется волна, меняется резко погода. Почему и в правилах, когда улучшить теорию, это тоже включено. То есть понимание, как меняется погода, что означает яркий закат, почему грозовые дожди, что нужно смотреть перед выходом, прогноз погоды, понимать, какой ветер, где, то есть я могу сказать, допустим, южный ветер на территории города Самары, он создает больше волну, нежели северный. При южном ветре управлять определенными судами уже небезопасно. То есть может произойти затопление. И вот таких много тонкостей, которые в процессе как раз появляются, и зачастую, когда человек неопытный, думает, что все легко, я сел и поехал, здесь ничего сложного нету, он не знает таких моментов, и происходит несчастный случай. То же самое, что я вначале говорил про мель. Если мы на асфальте все-таки видим какую-то кочку, яму, возвышенность, то на воде идет гладь. Мы можем не заметить плавающее бревно, мель, и все это тоже приводит к печальным последствиям. Опять же, вы говорили про ограничение скорости, и вы говорили о том, что нет четкой градации, да? Вот здесь 60 км в час, здесь 40. То есть тоже те самые нюансы, которые учат понимать. Которые только с опытом нарабатываются и с пониманием. Вот кто обращается, с кем общаюсь, там, знакомые, кто судоводители. Они когда приобретают, только начинают становиться судоводителями, начинающими, скажем так. Я им всем объясняю, что идите лучше медленной скоростью, на малом ходу, пройди акваторию, в которой ты хочешь пока начинать ездить, изучи ее, дальше можно уже будет чуть побыстрее ездить. Так начинается практика, нарабатывается опыт, после этого ты будешь ездить с той скоростью, которая безопасна, и понимать, как управлять. Не надо сразу выходить на максимальную скорость, которая позволяет судно. А сейчас зачастую все современные суда достаточно скоростные, это не то, что было 20-30 лет назад, 70-80 и более ездят и гидроциклы, и суда. И на такой скорости на судне нет безопасности, нет ремней безопасности, нет подушек безопасности. Если что-то случится, то, ну, утрированно, скажем так, как раньше в карете, никакой безопасности, именно системы безопасности у вас на судне не будет. Вот вы говорили о том, что в основном люди погибают на воде в местах, не оборудованных для отдыха, да, не оборудованные пляжи. Но если в зоне оборудованного пляжа появляется, в зоне купания появляется маломерное судно, это тоже может повлечь за собой неприятности большие. Вообще, вот это нарушение правила? Да, конечно, ни одного маломерного судна не разрешается заходить на территорию пляжа, официальные пляжи, все ограждены буями. Это как раз тот момент, что даже судоводители, скажем так, не очень опытные, все равно их видят издалека и понимают, что это не просто ограждено, туда не подходит. То есть, любой заход на пляж судоводителя, к сожалению, есть такие еще нарушения, в этом году, вот мной лично было одно выявлено, привлечено лицо к административной ответственности, он привлечен по другой статье, был более суровый, но в любом случае основная причина, почему его остановили, к ним подошли, это как раз был заезд на территорию пляжа. Объяснение, что я еду медленно, спокойно, я все контролирую, оно здесь неуместно, так как человек на пляже понимает, что он безопасен, он может нырнуть, и вы даже его не заметите под водой. Да. На каких водных объектах вы работаете? На территории всей Самарской области, конечно же, основной акцент делается на Волгу и прилегающие протоки, реки, там река Самара, Уса, если взять, в Тольятти, в Кубышном водохранилище, работают на всех, сок, на всех реках и озерах водохранилища. Акцент делается, как раньше сказал, на больших реках, тут, конечно же, больше судоводителей, более активное движение, и непосредственно уделить этому, приходится больше внимания уделять. На озерах выезжаем, также на прицепе, берем лодку, выезжаем на водохранилище, на озера, с периодичностью проводим рейды, и выявляем там, в случае выявления нарушителей, привлекаем к административной ответственности. Вот, кстати, можете ли вы сказать, какое число маломерных судов сейчас зарегистрировано у нас в регионе, может быть, вот в Самаре, и эта цифра возросла за последний год-два? Да, на сегодняшний день у нас около, чуть более 51 тысячи судов зарегистрированных на территории Самары. Могу сказать, что только вчера было совещание у нас, в Приволжском федеральном округе, территория Приволжского федерального округа больше всех судов зарегистрирована в Самарской области. После нас там уже идет Нижний Новгород, Татарстан, ну и дальше там еще меньше. То есть количество судов у нас максимально большое. Активные у нас граждане. Да, граждане активные. Ну, у нас такая прекрасная река, что на ней нужно отдыхать, конечно, пользоваться и радоваться, что мы живем в столь прекрасном районе, который позволяет нам отдыхать. Главное правило соблюдать и быть осторожными. Правило соблюдать. И помните, да, что правила, как раз, и прописаны кровью. Если их написали, это не потому, что так захотелось. Это для того, чтобы сберечь вашу жизнь и жизнь окружающих. Еще раз хотел бы отметить на это. Если вы делаете какие-то действия, думаете о последствиях, и зачастую говорят, да я так делал, ничего со мной не случилось. Всегда каждому судоводителю говорю, поверьте, человек, который погиб на воде, в тот момент тоже думал, что с ним ничего не случится. Специально погибать никто не хотел. Безусловно. Поэтому нет такого, что я специально пошел, сделал так, чтобы погибнуть. К сожалению, происходят такие случаи. Число растет. Растет ежегодно по привыкшему федеральному округу. Около 5% каждый год возрастает. В Самаре, в Самарской области, отдельно Самару сейчас не выведу, не могу сказать точно данные. Я думаю, что где-то около 15-17% тоже растет. Серьезно? Особенно увеличивается количество судоводителей. Участвует очень большое количество девушек, дам, которые учатся, проходят практически занятия, после этого приходят к нам, сдают экзамены и получают удостоверение, начинают становиться тоже судоводителями. Я могу предположить, что они более дисциплинированы даже, чем мужчины, женщины-водители. Я здесь не могу сказать, к сожалению... Статистики такой не ведете, да? Во-первых, статистики нету. А было бы интересно. Во-вторых, здесь, наверное, такой момент. Больше как раз от ответственности людей. Я очень часто слышу такие вещи. Мне 45 лет, я старше вас там на столько-то, столько-то лет. Зачем вы мне это объясняете? И в этот же момент человек делает так, что у него на носу, где не оборудовано место для сидения, он идет по волне, сидит ребенок. Вы понимаете, на волне ребенок упадет с лодки, вы не успеете ее остановить, она не останавливается молниеносно. И не важно, сколько вам лет. Да, это ваш ребенок. Для меня это еще страшнее. Если вам 40-50 лет, и вы до сих пор не поняли такие простые правила, то это еще печальнее, нежели если бы это совершил 18-летний. Там я хоть могу сделать небольшую скидку на то, что еще молод и неопытен. Спорт, образование, отдых – это те сферы активности, где используются широко маломерные судна, да? Вот с кем из них больше хлопот, больше нарушений? В какой из сфер? Ну, естественно, будет больше в отдыхе, только по той причине, что больше маломерных судов используются для отдыха. Все-таки спортсменов, использующих маломерных судов, их в количественном соотношении меньше. Но здесь неустанно, наверное, это повторять. Все зависит как раз от личной дисциплинированности, и воспитания. Очень часто бывает, когда мы спортсменов выявляем с нарушениями, на что также говорят, я спортсмен, я профессионал, а на закрытом треке, на какой-то закрытой территории, акватории, которая ограждена, где проходят спортивные мероприятия, это один момент. Когда вы выходите, скажем так, в водный объект общего пользования, даже если вы профессионально можете среагировать, я не спорю про профессионализм, какой-то опыт, навыки, конечно же, больше, чем у начинающего судоводителя. То этим действием вы можете нанести неприятные, да, скажем так, печальные последствия, именно испугав начинающегося водителя, вести заблуждение, показать человеку, что вот так можно есть. Вы профессионально можете так сделать, а другой так может не сделать. А вы его будете побуждать на действия, такие же, как делают вы. Поэтому здесь ни в коем случае делать так нельзя, и даже в общих пользованиях, да, в местах. Нужно все-таки вести себя корректно. Это касается не только судоводителя, это касается и отдыхающих на территории. Очень часто вижу, когда родители на берегу реки употребляют алкогольные напитки, с разбега, там, с какой-нибудь тарзанки прыгают, детям говорят, так делать нельзя. От того, что сказали ребенку своему, так делать нельзя, может помочь, наверное, только один раз, пока он маленький с вами. Дальше он посмотрит, если папа, мама так делает, почему так делать нельзя. Так делать не то, что можно, так делать нужно. Дети берут с нас пример. И, конечно, когда они остаются одни, без присмотра взрослых, они начинают повторять те же самые действия, что тоже зачастую увеличивает риск их здоровья и жизни. Как новые законы и правила повлияли на состояние безопасности отдыхающих на Ладзе? У нас сейчас на территории Самарской области вышла и поправка изменения в законодательство по охране жизни людей, где внесли закон, закрепили, что дети до 7 лет не могут находиться в воде без взрослых. Раньше было без присмотра взрослых, то есть это должно быть визуальное наблюдение. Сейчас непосредственно, если ребенку меньше 7 лет, то его родители, либо опекуны, должны находиться вместе с ним в воде. Правила прописаны. Правила, конечно, пишутся для того, чтобы проинформировать граждан, сказать, но должны отдавать себе отчеты. Даже если ребенку 8-9 лет, лучше зайдите вместе с ним в воду. Проведите это время, которое вы выбрали для отдыха, совместно с ребенком. Уделите ему внимание. Он будет рад. Для вас это тоже приятное время проведения. Опять же, вы уменьшаете риск. Вы находитесь рядом с ним, и в случае какой-то необходимости вы сможете оказать ему ту помощь, которая будет нужна. Вот вы несколько лет возглавляете Центр ГИМС в Самарской области. Как-то значительно сфера вашей деятельности поменялась? Основные задачи у Центра ГИМС не изменились, как они были определены. Это направление... Работа, направленная на обеспечение безопасности людей на водных объектах в пределах своей компетенции, это безопасность судоводителей, управление маломерными судами, то есть разработка новых правил. Конкретных изменений нет. Изменились подходы. Здесь могу сказать, что после того, как я стал руководителем Центра ГИМС, мы поменяли несколько подходов, именно по оказанию госуслуг, по отношению к людям изменилось. По работе на водных объектах, по профилактике, по взаимодействию с другими ведомствами. То есть было проведено много работы совместно с другими ведомствами, мы встречались, общались и пришли к выводу, что мы все работаем над одной целью, сделать на воде безопасность, сделать воду более безопасной, но каждый работает в своем направлении и сам с собой. Договорились, подписали соглашение, определили планы взаимодействия. Сейчас зачастую большинство наших мероприятий, рейдов, патрулирований происходят совместно. Совместно с полицией, Росгвардией, транспортной прокуратурой, гостранснадзором. Мы выявляем они по своему направлению, мы по своему, но вместе идем в патрулирование и сразу комплексно подходим к профилактическим мероприятиям, к выявлению каких-то проблемных вопросов. Также зачастую бывает, выявляются проблемные вопросы, которые необходимо решить, но на сегодняшний день не решены. Совместно разрабатываем предложение уже в законодательные органы, для того, чтобы изменить какие-то правила, другие законодательства, внести корректировку и сделать это актуально и приемлемо как для граждан, так и для их безопасности. Самый главный вопрос безопасности. Конечно, в первую очередь стоит вопрос о безопасности. Наше эфирное время подошло к концу. Александр Валерьевич, благодарю вас за подробную беседу, за разъяснение. Напомню, сегодня гостем в студии был начальник центра ГИМС, главного управления МЧС России по Самарской области Александр Старов. На этом у меня все. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова